Документы, которые хранит Государственный архив Волгоградской области, прежде всего, это документы подлинные. Они хранят в себе дух того времени, они хранят в себе информацию и слог того времени. И, конечно же, они сохранили автографы тех людей, о которых идет речь в этих документах. Например, если мы говорим о книге арестованных, которые содержались в Царицынском губернском исправительном трудовом доме или Царицынской губернской тюрьме, то это документы 1920-1921 годов. И здесь мы видим информацию о православном духовенстве, которое подвергалось аресту тогда. Например, мы видим запись об аресте протеирея Иакова Горохова. Здесь мы видим записи о его внешнем виде, о том, где он проживал, за что он был арестован. И эти документы сохранили подлинные подписи и рукописные сведения, которые составлялись следователями именно в 1920-1921 годах. Того следователя, который вел уголовное дело отца Иакова. Далее мы видим также за этот период, за 1918 год, например, мы видим сведения также подлинного характера, но уже отпечатанной на печатной машинке. Это информация о том, где, в каких местах содержались арестованные православные священники. Несмотря на то, что документ отпечатан на машинке, мы видим рукописные пометки, поправки представителей властей того времени. Из этого документа мы знаем о том, что священники содержались не только в губернской тюрьме, но также еще и в доме Амирханова, в доме Смирнова, в доме Голдобина, в арестном доме по улице Княгининской. Все это также сохраняют наши документы. Если мы посмотрим информацию за более поздний период, то это документы об изъятии церковного имущества, о снятии церковных колоколов. И здесь также есть документы о снятии колоколов. И представьте себе, что это документы середины 20-х годов. И они также подлинные, отпечатанные на машинке. В том числе они сохранили подписи тех людей, которые давали распоряжение о снятии колоколов и давали распоряжение об изъятии церковного имущества из православных храмов. Обратите внимание, что это документы оригинальные, что им практически уже 100 лет, и они в хорошей сохранности. И это документ эпохи, который рассказывает о гонениях на русскую православную церковь в начале советской власти. Следующий вид документов – это уголовные дела. Уголовные дела – богатейшие документы по своей информативности. Здесь мы видим в том числе, кроме анкет на православное духовенство, кроме протоколов допросов, здесь мы видим также еще и различные прошения. В данном случае, обратите внимание, перед нами подлинное прошение от православной общины при Никольском молитвенном доме в городе Цареве. Представители общины, прихожане храма, просят о том, чтобы их арестованного священника, отца Матвея Олейника, освободили из заключения и отдали на поруки прихожанам. То есть прихожане просят освободить своего батюшку, они за него ручаются. И этот документ сохранил не только текст прошения, но также еще и подписи тех прихожан, которые болели, которые переживали за своего пастыря. И все это сохранилось в этих же документах. Кроме этого, в исторических источниках мы также видим и подлинные автографы наших православных священников. Вот, например, анкета, которая была заполнена лично, рукой священника Иосифа Григорьевича Вавулина. Мы видим о том, какую информацию он себе пишет, свой возраст, дата рождения, место рождения, состав семьи, супруга, две дочери и сын. Также с указанием возраста. Кроме этого, на обороте священник также ставит свою подпись. Здесь мы видим подпись арестованного за 1921 год священник Иосиф Ваулин. Здесь также сохранилась его подпись. Кроме анкетных данных, также подлинные подписи священников мы видим и на их кассационных жалобах, которые они писали после уже вынесения приговора. Также мы видим различную переписку, которая была приобщена к уголовным делам в качестве вещественных доказательств. И все это документы 20-х годов. И это документы подлинные, которые сохранились в архиве и которые позволяют восстановить биографические сведения и трудный, непростой путь православного духовенства нашей области. Помимо вот этого документа, также очень интересная информация сохранилась и за середину 20-х годов. Это документы о лишении избирательных прав. Это документы также рукописные в основном. И датированы они 1926-1929 годами, когда очень активно православное духовенство, в том числе, лишалось избирательных прав. В этих документах, а они, как правило, представлены списками, мы видим информацию о фамилии, имени, отчестве священника, о том, где он служил. И, конечно же, мы видим сведения о составе семьи с указанием возраста, года рождения, имен всех близких людей, которые проживали совместно со священником. Все эти документы подлинные, они все хранятся в Государственном архиве Волгоградской области. И, несмотря на то, что многим документам более 100 лет или чуть менее 100 лет, они все в хорошей сохранности. Несмотря на то, что они рукописные, они сохранили в себе стиль того времени, дух того времени. И они позволяют после прочтения открыть многие ответы на неизведанные нам пока еще вопросы. Волгоградская епархия и наш областной архив на протяжении многих лет совместно и плодотворно сотрудничают. Представители духовенства нашей епархии очень часто обращаются к сотрудникам архива, для того, чтобы совместно искать и выявлять информацию биографического характера о православных священниках, вообще о православном духовенстве нашей епархии. Итак, в нашем архиве хранится, как мы не так давно обнаружили, информация об одном из священников нашей Сталинградской, а впоследствии уже Волгоградской области. Итак, что мы видим в документах нашего архива? В отчетной записке у полновоченного Совета по делам Русско-Православной Церкви за 1953 год мы встречаем информацию об одном из священники нашей епархии Алексея Могилини. И мы здесь читаем о том, что отец Алексей родился в 1898 году, служил в Сане Протодиакона с 1927 года, имел прекрасный голос. Также мы видим, что он был судим два раза по статье 58 Уголовного кодекса РСФСР. Мы прекрасно знаем, что 58-я статья – это статья о контрреволюционной деятельности. Помимо этого, также документы сохранили информацию о том, что отец Алексей находился на оккупированной территории, был в румынском монастыре в том числе. Кроме этого, документы также запечатлели сведения о том, что отец Алексей служил в городе Урюпинске, и переехал он в город Урюпинск из города Алматы. Эту информацию не так давно представители Волгоградской епархии с помощью сотрудников областного архива выявили в документах Государственного архива Волгоградской области. Прежде всего, здесь следует сказать о том, что у нас сохранились документы, которые рассказывают о положении и деятельности Русской Православной Церкви на протяжении 20-го столетия. Здесь следует начать говорить о документах 1918 года. Это документы, которые рассказывают об аресте церковнослужителей, о том, как они содержались в арестных домах, в каких условиях они там содержались, какие работы, в том числе грязные работы, они выполняли. Документы также рассказывают и об изъятии церковных ценностей, о снятии колоколов с православных храмов, это в основном 20-е годы. Также документы нам говорят о том, как, почему и зачем православное духовенство было лишено избирательных прав. Это уже документы конца 1920-х годов. И в том числе мы также видим документы, которые рассказывают о том, какие уголовные дела были заведены против православного духовенства, как проходило следствие, как проходили допросы и какому наказанию были подвержены после рассмотрения уголовных дел представители Русской Православной Церкви в нашем регионе. Кроме этого, документы за 20-е столетие также отложились в фонде Уполномоченного по делам Русской Православной Церкви. В основном это документы с 1943 года по 1990 год. Здесь мы видим и сведения об открытии православных храмов, здесь мы видим и анкеты на православное духовенство, здесь мы также можем найти сведения о том, почему открывались храмы, по чьей инициативе они открывались, а также почему храмы закрывались уже после Великой Отечественной войны. Все эти документы доступны для исследователей, они все еще ждут своих будущих исследователей, они выдаются в читальный зал, с ними можно работать, и еще очень-очень много чего неизвестного можно почерпнуть, прочитав и поработав с ними. Продолжение следует...